почему сожительство грех если мы любим друг друга этот вопрос поступил на портал экзегет где мы отвечаем на ваши вопросы дорогие друзья если вы любите друг друга по-настоящему то зачем вы себя сдерживаете когда я например люблю телефон и мне нравится там последний модель телефона то я ее берегу я боюсь ее уронить я боюсь этот телефон дать в руки другого человека а то причине что я люблю этот аппарат если вы любите свою девушку и боитесь ее потерять и ходить что она была всегда с вами так скрепите себя узами навеки вечные так что если вы по-настоящему бы любили друг друга то давно уже вступили в брак до чтобы человека связать и привязать к себе узми брака вот видите меня свидетельство уз брачных я уже не свой чей я я женатый я продвижу своей жене и остальные женщины для меня умерли и моя жена рада тому что я так считаю что я один для нее и больше никаких женщин нету а тут получается что вы узми брака себя связывать не хотите сожительствуете завтра вы расстанетесь потом будете с другой сожительствовать как вообще потом можно верить как в принципе вам можно доверить хоть какое-либо дело даже гражданское если вы так живете но отдельно хочу заметить что бывает когда люди сожительствуют они собираются вступать в брак в будущем они говорят да мы хотим просто нас не хватает денег или еще что-либо хочу заметить что конечно для человека который не признает авторитет господу бога который не считает священное писание божественным откровением конечно для него мой ответ ничего не значит но если у вас в жизни все-таки господь бог есть кто нужно доверять господу богу который сказал что блуд это грех и сказано священном писании не обманывайте себя никакой блудник царство божие наследует господу богу угодно чтобы отношения были законные сказано священном писании брак законные ложи не скверно если вы заботите о своих душах а не только о своих хотелках в том числе и плотских тогда конечно нужно душу ставить выше есть такие слова у царя соломона начало премудрости страх господен когда люди откровенно разрушают закон божий блудят не боятся пасть в ад то значит не страха божия это значит глупость глупость потому что начало премудрости как сказал царь соломон страх господен советую все-таки помнить что господь бог может не только на царство божие может и в ад отправить и не нужно думать что господь бог не сможет это сделать об этом священном писании написано многократно если человек осознанно идет против господа бога не боится его по сути не хочет быть с ним как это человека спасешь как можно спасти человека который тонет но при этом не кричит спасите помогите не верить никаких спасателей а даже если спасатель подплывает он начинает с ним драться и отпихивается ну как его спасешь никак внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и